Законы логики. Законы инфекционистской логики. Такой традиционной логики. Вот мы же описывали закон исключенного третьего в виде такого выражения. Фи или не фи. В смысле, что любое высказывание такого вида истинное. С классической традиционной точки зрения. С инфекционистской точки зрения это неверно, если фи, например, непроверенное высказывание, которое мы не доказываем повергать, то тогда это неверно. Это неверно. Значит, если вы скажете, вот с другой стороны, скажем, что такое, там, фи лечит фи. Ну, это очевидно, что если верно, то есть если из предположения фи, то двоится фи. Допустим, что фи, ну, следовательно, фи, да? Это все просто. Так вот, мы, наверное, начнем, значит, сначала с тех логических законов. Это те, которые знаком логиков и сказок. Законы логиков и сказок формулируются на языке логиков и сказок, на язык формальный архитофон. Имеется счетное множество, так называемых, пропозициональных переменных. Есть набор логических связок. Ампликация. Ампликация. И вспомогательные символы, скобки. Ну, и дальше строится выражение, правильное выражение из этих символов, во-первых, которые называются формулами. Во-первых, каждая переменная по определению считается формулой, то есть пи это формула. И во-вторых, если там а и б формулы, то тогда мы это поставим вражение отрицания а. А, и б, скобка. А, и б, скобка. А, и б, скобка. А, и б, скобка. Ну, все считается формулами. Ну, поэтому, значит, для краткости мы вместо кратинка 2 потребуется P, Q, R, там, . Чтобы им их сами писать. Ну, и эти скобки можно написать. У меня не то, что в таком порядке операции не поможет. То есть, как предстоят, если человек не описает, то в таком порядке не требуется квалификация. Ну, и дальше смысл формулы. Ну, пример формулы там. Ну, например, там P, или не P. Смысл какой формулы? Это формул, когда есть схема высказываний. Если P, Q, R, это конкретное высказывание, то тогда получается у нас более сложное высказывание. Ну, теперь смысл какой? Про смысл операции этих нужно говорить? Что-то отрицание, коньюзия, дезинтепликация. Ну, обычные родники известные. Измер. То есть, с таблицами. Ну, тем более, что мы потом пойдем к интенсионической лойке, нам это не так важно. По-моему. И дальше, вы говорите, как принятие общезначимая формула. Это формула, которая всегда истинная. То есть, какие бы мы высказывания не подставляли вместо переменных, всегда будет получаться истинное высказывание, ну, в смысле этих самых операций. Общезначимой формулой есть два еще синонима. Первый такой иничижительный, тавтология. Вот, например, тавтология. А другой, более воздушный, логический закон. Тавтологический закон, это значит, что все высказывания такого вида истинной силы свои логические формы. Это значит, логический закон. Ну, являясь ли формулой тавтологией, можно проверить, построив истинную таблицу. То есть, рассмотреть всевозможное разъединение истинное значение за высказывание, вызначенное там через P, Q, F, да? Построить таблицу и проверить общезнательную формулу линии. Если при назначении перемена включается единица, то это слово общезнательно служит трагический закон. Ну, и вот один из подходов к постоянной интуиционистской логике проанализировать законы классической логики на предмет их приемлемости с интуиционистской точки зрения. Анализировать законы классической логики при таком определении, естественно, затруднительно. Ты никакой от них ничего не позируешь. Потому что понятно, что здесь обойтись нулемой единицей нельзя. У нас еще, как обычно, нет определенности, проверенность высказывания. Есть описание закона строчистской логики высказывания в виде исчислений. А именно, некоторые тавтологии объявляются аксиомами, а другие из них получаются там по некоторым правилам. Какие аксиомы? Значит, имеется наличие чуть-чуть, конечно, у нас еще 10. Это называемая схема аксиомы. Б, это чертва. Любая формула такого вида по пределению считается аксиомой. То есть, когда это в этой схеме, значит, бесконечно много аксиомов. А, Б, там, видно. Ну, очевидно, что это тавтология. Покажем. Вторая. Если А влечет Г, тогда, если А влечет, которая влечет С, то А влечет С. на ант knit manual. Покажем цвет м Palestinians присматривайте royalty в Unterstützung Жаль, скажите, рис allora жаль, вот год. Подписывайте. Продолжение следует. Продолжение следует. И так вот, любая формула любого из десяти видов по поделению считается аксиомой. Есть одно правило вывода. Называется modus conus. Это латинское название. Буквально переводится как положительный способ, но смысл никак не надо. Потому что терминология есть в традиционной седневековой логике. Как такое? Из формулы a и a влечет b разрешается получить форму 0. И вот дальше понятие вывод. Вывод и вычисление высказываний. Вывод это конец последовательной формулы. Конец последовательной. Что каждая с формулой этой последовательной. И баксиома, т.е. имеет один из этих вот десяти видов, и вы получаете из двух путешествующих по правилу modus. Ну вот, вывести формулу, это значит построить ее вывод. Т.е. такой вывод, который заканчивается данной формулой. Если формула b выводима, я пишу так. Накомодимость b выводима b. Ну и какова роль этого исчисления в классической логике? Дело в том, что какая-то теорема, например, очевидный факт. Что все, что можно вывести, это тавтология. Все аксемы тавтологии. И это правильность на тавтологии. А если это тавтология, то это тоже тавтология. Это тоже очевидно. Мы верны обратные. Т.е. этих аксем достаточно, чтобы вывести любую тавтологию. То есть, если есть некая формула, тавтология, то есть, если с таблицей значение только единица, то тогда можно построить вывод. Ну, быстрее вывод отсекает некая творческая задача. Итак, у нас есть самая система аксиом. Классическая логика вы сказали. Классическая? Это что такое классическая? Традиционная. Естественно, укажем в сказках, значение единица или логика? Традиционная не в плохом смысле. А традиционная, как вам сказать, ребят, никакой другой логики на самом деле нет. Традиционной в нормальном человеческом смысле, что на самом деле это и есть та логика. Я просто не выписывал. Понятно, да? На лекции, которая у меня была, я говорил, что это есть какие-то там. Их вам наконец-то выписали. Обычная логика? Да. Их вам наконец-то выписали, те самые правила, о которых я говорил, что они есть. Есть некоторый способ доказательства и так далее. Пожалуйста, зафиксируйте для себя это. На самом деле, там есть еще другой способ то же самое рассказывать. Но это, что называется, один из абсолютно разумных. Вот зафиксируйте, что это важно. Борг с ним, с интуиционизмом и так далее. Вот это просто вообще для математики важно.